Это же не сразу все к этому пришло. Это не сразу пришло к тому, что кадыровские отпрыски, пацаны несовершеннолетние писали бы комментарии в отношении дядек товарищей кадырова, взрослых людей. И эти дяди, эти взрослые люди должны были бы потом извиняться перед этими пацанами. Как вы думаете, что произошло? Конечно, Мэрбек Хасиев вынужден был как-то выруливать из этой ситуации. Не подросток перед ним извинился, не подросток потер то, что он написал. Мэрбек Хасиев опубликовал пост. Я имел в виду, что из того, что я видел, там это был худший бой, но там были... Если бы это был кто-то другой, я бы, наверное, сейчас поздорадствовал. А в случае с этим Хасиевым мне даже как-то злорадствовать не хочется. Реально просто стыдно. Испытываю какое-то неприятное ощущение испанского стыда. Дальше будет хуже, ребята. Вам нужно будет готовиться к тому, что каждый подрастающий кадыровский отпрыск, это проблема для вас. Имейте в виду, что... Еще одна история, связанная уже с другим кадыровским отпрыском, которого зовут Али Кадыров. Это тот, кто старше Адама Кадырова. Значит, он является бойцом. Ну, громко, конечно, сказать. Я не знаю, не могу оценивать его бойцовские способности, но они пытаются его таковым представить. Значит, бойцом типа ММА и дружит с Хамзатом Чимаевым. А есть другой человек из мира, этого же мира ММА. Это Майрбек Хасиев. Это руководитель вот этой, в общем, вот этой ММА-лиги ACA. У него давние какие-то неприятные отношения с Хамзатом Чимаевым. Он еще давно в комментариях где-то там подкалывал Хамзата Чимаева. И вот сейчас, когда Хамзат Чимаев провел бой в Дубае, выиграл его, Майрбек Хасиев на одной из предконференций высказал свое мнение, что самым худшим боем этого турнира UFC был бой Хамзата Чимаева. Из тех, что он видел, что он посмотрел. И вот на это утверждение Майрбека Хасиева реагирует вот этот кадыровский отпрыск Али Кадыров. Он пишет. Сначала он выкладывает сториз с этими словами Майрбека Хасиева и подписывает их, сказал человек, который мечтает сфоткаться с Чимаевым. А саму публикацию Майрбека Хасиева он комментирует на чеченском языке. Если много разговаривать, то нехорошо получается. То есть много разговаривать это плохо, Майрбек. Не болтай много. Если смысловой такой более близкий перевод на русский язык сделать, не буквально, то Майрбек много не болтай, много болтай. Примерно вот так это звучит. И если кто не знает этого кадыровского отпрыска, как он выглядит, вот этот парень рядом с Камзатом Чимаевым. И что вы думаете, в любой нормальной ситуации, что должно было произойти? Майрбек Хасиев это человек, который дружит, наверное, с Камзаном Кадыровым. Как минимум, это из того уровня. Он не ровня подростку кадыровскому отпрыску, понимаете? И вот в нормальной ситуации, когда пацан что-то такое себе позволил, щегол, в отношении взрослого дяди, что должно было произойти? Ему моментально должны были какие-то старшие сказать, ты что, пацан, офигел что ли? Он быстро потёр всё, что ты там написал и извинился перед Майрбеком Хасиевым, перед другом твоего отца, перед коллегой твоего отца и так далее. То есть вот так в любой нормальной ситуации, тем более в чеченских устоях, традициях, это было бы именно так. А если бы, причём это делалось бы, это наставление, этот укор в отношении этого пацана делался бы ещё со словами «быстро, пока твой отец это не увидел». Ты представляешь, что будет, если твой отец увидит, что ты написал там его товарищу, сподвижнику? А здесь, как вы думаете, что произошло? Конечно, Майрбек Хасиев вынужден был как-то выруливать из этой ситуации. Не подросток перед ним извинился, не подросток потёр то, что он написал. Майрбек Хасиев опубликовал пост, в котором, ну я не буду его зачитывать, там в принципе, он не говорит там, конечно, извини меня, Али, я не хотел, он говорит. Я имел в виду, что из того, что я видел там, это был вот худший бой, но там были и те, которые я не видел, а потом я их посмотрел, и оказалось, что там были вообще плохие бои. А Хамзат Чимаев, он вообще молодец, он там очень хорошо провёл первый раунд, а потом там другие два были уже не настолько, но они тоже были хороши. И вообще я очень хорошо отношусь к Хамзату Чимаеву, ну в общем, вы понимаете. Я поражаюсь тому, насколько вот каждый день, день за днём люди, работающие с Кадыровым, сталкиваются с тем, что они летят в эту бездну. То, что вы все позволили когда-то там какую-то, это же не сразу всё к этому пришло. Это не сразу пришло к тому, что кадыровские отпрыски, пацаны несовершеннолетние писали бы комментарии в отношении дядек, товарищей кадыров, взрослых людей. И эти дяди, эти взрослые люди должны были бы потом извиняться перед этими пацанами. Это ведь не сразу к этому пришло. Это всё вот так вот шаг за шагом. Сначала что-то одно, потом другое, потом другое. И вот конец всего этого, это, конечно, ещё не конец, но сейчас вы уже находитесь на той стадии, когда вы даже свои, какие-то свои слова в адрес третьих лиц, вы должны теперь их говорить, оглядываясь на детей кадырова. Думая о том, а не ранят ли эти мои слова как-то от кадыровских детей, вы представляете, если когда-то вам нужно было заботиться о самом кадырове, когда вы там, не знаю, видели там девушку, например, красивую, вам нужно было, всё, что вас беспокоило, это не является ли она там какой-нибудь кадыровской женой, например. И не туда, если там посватаешься, то можешь лишиться и должности, и жизни. То есть, если вот такие были моменты, если я что-то скажу в отношении этого человека, не является ли он там каким-то близким другом или родственником кадырова, то сейчас у вас проблем больше, теперь вам нужно думать так, а не заденет ли это как-то кадыровского сына, кадыровскую дочь, не придётся ли мне потом извиняться. И извиняться придётся именно вам. Вот все вы там, лорды, делимхановы, сазаны, депутаты Госдум, министры, главы ведомств, взрослые люди, вы люди со своими охранами, вы ездите с сопровождениями, у вас полно родственников, вы у себя, каждый там у себя на районе, у себя в селе где-то, вы там вроде авторитеты, авторитеты, которыми вас наделил кадыров, не народные, в принципе. Понятно, что вы на родине пользуетесь, но вот вы вот этого положения так долго добивались, вам нужно было присмыкаться перед одним человеком, а теперь вы уже и перед его детьми должны присмыкаться. Представляете, насколько всё запущено, насколько всё плохо. А представляете, что будет дальше? Они ведь, там ведь ещё целый отряд, который подрастает, который ещё маленький, они вырастут, а эти, перед которыми уже приходится извиняться, представляете, они с каждым днём умножаются, становятся взрослее, и у них аппетиты растут, амбиции растут. Представьте дальше, что надо было делать. Тешёлая ситуация, я вам не завидую, вот мне, я смотрю на этого Майорбека Хосеева, но у меня нет к нему какой-то вот, он не какой-то ведь там душегуб, это не глава там, не начальник РОВД, на котором там кровь, это не какой-то, ну есть это не тот человек, которого я там в своих дуа вспоминаю там или ненавижу. Это какая-то вот иная фигура, да, это в принципе человек из команды, понятно, что он абсолютно мне неприятен, но нету какой-то вот индивидуальной вражды именно вот с этим человеком. Нигде, никогда, наверное, о каких-то разговорах при перечислении каких-то кадыровских преступников вот этот человек в голову у меня не пришёл. Поэтому я на него смотрю и думаю, вот ты взрослый человек, и мне, честно говоря, неприятно от этой ситуации. Я вижу, что взрослый человек высказал своё мнение в отношении бойца. Бойца, причём оба этих товарища, они как бы из этой среды могут высказываться на эту тему. И получилось так, что пацан высказал своё мнение, и этот взрослый мужчина, руководитель, у которого там куча подчинённых, человек, который организовывает эти бои, выходит кого-то журит, кто-то судит там что-то, по его мнению, неправильно вынесёт решение, он выйдет там, судей отдёрнет. Такой бывает, вроде бы, человек такой уважаемый в этой среде, а тут какой-то пацан, значит, пишет комментарии, и этот человек вынужден перед ним извиняться. Я от этого испытываю испанский стыд, даже как-то злорадствовать не хочется. Если бы это был кто-то другой, я бы, наверное, сейчас позлорадствовал, а в случае с этим Хасеевым мне даже как-то злорадствовать не хочется. Реально просто стыдно. Испытываю какое-то неприятное ощущение испанского стыда. Дальше будет хуже, ребята. Вам нужно будет готовиться к тому, что каждый подрастающий кадыровский отпрыск – это проблема для вас. Имейте в виду, что не ваши дети там будут где-то занимать позиции денежные, где можно хорошо зарабатывать. Там будут сидеть кадыровские дети, не ваши. И как вам сегодня приходится извиняться перед кадыровым, перед кадыровскими детьми, и вашим детям придется так же, если по воле Всевышнего Аллаха еще какое-то время этот режим будет там держаться, сколько он будет держаться, столько это будет продолжаться. И с каждым днем это будет только ухудшаться для вас. И нет у вас другого выхода из этой ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok